К концу подходит третий сутки благотворительного марафона Латвийского радио, Латвийского телевидения ДОТ ПЕЦИ. Чем запомнился сегодняшний день и сколько средств собрано к этому моменту, знает моя коллега Анастасия Дьяконова. Она на прямой связи с нашей студией. Настя, добрый вечер. Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, телезрители. Лишь половина марафона Латвийского радио и Латвийского телевидения ДОТ ПЕЦИ уже позади. И за предыдущие сутки удалось собрать 20 тысяч евро. И на данный момент сумма полностью всех пожертвований за все эти три дня это 71 тысяча 516 евро 99 центов. Эта сумма каждый день появляется здесь, в стеклянной студии, на таком импровизированном чеке. Сейчас здесь возле студии время от времени собираются люди. И нужно сказать, что то здесь нет ни одного человека, то приходит и выстраивается целая очередь. Кто-то пользуется возможностью и жертвует картой деньги, кто-то приносит наличные. И те люди, которые жертвуют, они делятся в принципе на две группы. Те, кто видно, что целенаправленно пришли сюда, чтобы отдать денежку и пожертвовать. И те, кто просто случайно услышали музыку, подошли к стеклянной студии и прочитали, что же это за мероприятие. На программу поддержки ПЛЭДС уже собрано 71 тысяча. Это значит, что каждые 5 евро из этой суммы это полчаса поддержки тем семьям, которые решат взять к себе какого-то ребенка из детдома. Сейчас таких детей 1200, а значит, что 1200 малышей могут стать членами ваших семей и узнать, что же такое счастье расти в семье. Сегодня в студии побывали разные люди, это были и музыканты, которые будут приходить сюда на протяжении всего вечера. И запомнился этот день одним очень интересным молодым человеком. О нем следующий материал. Раннее утро в стеклянной студии началось с громкого пробуждения. Работа во время марафона не прекращается ни на минуту. И один из ведущих всегда находится у радиомикрофона. Поэтому иногда будить коллег приходится так. Во время акции своими историями делятся не только приемные родители, но и приемные дети. Потерять маму в три месяца, но обрести надежду в 11 лет. Вместе с новыми родителями. Это история Дениса, который сегодня стал гостем стеклянной студии. Главное, не будьте безразличны. Моя приемная мама борется с этим уже долгое время. Ездит на конференции, говорит с политиками, с учреждениями о том, чтобы дети росли в семье. И один мужчина спросил, зачем мне брать ребенка и становиться его опекуном. Она сказала, через пару лет один из тех детей, который не получит помощь, потеряет надежду и сойдет с пути. И когда он сделает больно твоему близкому, может твоему ребенку, тогда ты поймешь, что ты мог сделать много лет назад. История Дениса интересна еще и тем, что свою маму он потерял в автокатастрофе. То есть вообще он не из неблагополучной семьи. Но так получилось, что он остался к 11 годам совсем один. И бабушка больше не могла его воспитывать. Теперь этот молодой человек-музыкант и говорит, что приемная семья – это лучшее, что с ним произошло за это время. Марафон Дот Пеце продолжается. Впереди еще три дня, в субботу завершение. Ну а пожертвовать средства вы, как и прежде, можете, придя сюда, к стеклянной студии, расплатившись картой или наличными. Также на портале Z.LV и на сайте dotpece.lv. Яна.